Всем привет! Сегодня у нас 31 марта и мы продолжаем вас информировать по поводу ситуации в Новой Зеландии в связи с коронавирусом. Если вы еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь, не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропустить наше дальнейшее видео. На сегодняшний день у нас 647 заболевших. Сегодня прибавилось 58 человек. Оно меньше значительно, чем было вчера и позавчера, но не забывайте, что было воскресенье, то есть тест длится 2 дня. То есть это данные от воскресенья. Поэтому не надо расслабляться, как сказал министр здравоохранения. Мы должны быть готовы к тому, что возможно число заболевших будет увеличиваться. Все равно все подготовлены к этому. То есть на данный момент в среднем в день производится 1770 тестов. Это показатель вырос по сравнению с предыдущей даже неделей. То есть в среднем производится такое количество. Из этого можно приблизительно вычислить, какой процент заболевших. Если сравнивать. 14 человек находятся в госпитале на данный момент. Двое из них в интенсивной терапии, остальные в стабильной кондиции. Эти двое в интенсивной терапии, тоже, как сказали врачи, тоже стабильная ситуация у них. То есть что обнадеживает. Сегодня также государство продлило режим чрезвычайного положения в стране еще на одну неделю. Прошу вас не путать нашу самоизоляцию и чрезвычайное положение. Это две разные абсолютно вещи. То есть чрезвычайное положение подразумевает под собой, что государство имеет право, имеет все полномочия для ареста граждан, для ограничения передвижения и так далее. То есть у армии больше возможностей, у полиции, у пожарных, у медиков. То, что мы на четыре недели находимся в карантине, это продолжает действовать по стандарту. Люди должны оставаться дома. Государство просит. Государство рассказывает, что вроде как у нас все это более-менее проходит. В большинстве своем люди это принимают нормально. Сидят действительно дома, стараются держать дистанцию. Мы сами гуляем, видим. Все стараются друг друга обходить. Конечно, попадаются недовольные и безразличные люди, которые просто идут прямо, и ты стараешься их сам обойти. Но, опять же, процентов 90 все понимают и все стараются разойтись. То есть дорожка остается вообще свободной. Все уходят на газон по разные стороны. С сегодняшнего дня государство анонсировало послабление для магазинов, которые торгуют бытовой техникой, которые торгуют одеялами и так далее. Потому что у нас осень, в отличие от Европы, где наоборот весна. И у нас ночью становится попрохладней, днем попрохладней. И, соответственно, людям нужны будут обогреватели, людям нужны будут одеяла, какие-то вещи, первые необходимости в доме для того, чтобы быть в тепле и в комфорте. Также у многих вопрос возникает, если у меня сломался компьютер, таблетка, я не могу учиться, вылезти в интернет, не могу чем-то заниматься. Для этого тоже государство делает послабление. Они и так с сегодняшнего дня, или с завтрашнего дня, скорее всего, начинают работать магазины. Онлайн, опять же, магазины не открываются, в ограниченном количестве будут продавать товары свои. На данный момент мы знаем то, что будет открываться warehouse магазин и сеть магазинов warehouse, и также сеть магазинов Noe Living, которые торгуют бытовой техникой, которые торгуют одеялами и так далее. Брискос, да, я думаю, будут открываться тоже, и сеть других магазинов, я думаю, тоже подадут в запрос государства, чтобы тоже работать. Но, опять же, все это будет работать только онлайн. Вы можете заказать онлайн либо по телефону, еще одна опция, да. Ограниченное количество товаров, это будут реально товары необходимости, обогреватели, одеяло, подушки, белье постельное, компьютеры, какие-то ремонтные принадлежности к компьютерам, ну и все, в принципе. Ты не сможешь себе купить там игровую приставку и так далее. То есть только то, что действительно необходимо во время карантина. Это можно будет заказать, и курьер вам доставит. Курьеры работают со всеми жизненно важными бизнесами, доставляют продукцию, так что проблем не будет. Просто эти товары добавятся в жизненно важные, вот и все. То есть курьеры будут все доставлять. То есть если вам действительно что-то надо, вы можете онлайн с завтрашнего дня все заказывать, и будет доставлено. Также я напоминаю, что все магазины основные закрыты, за исключением супермаркетов, крупных супермаркетов, да. Также местные маленькие магазинчики по продаже необходимых вещей, таких как молоко, хлеб, сыр и так далее, тоже работают. Но в них может один человек за раз заходить. Также открыты все медицинские учреждения в виде аптек, да. Вы тоже можете прийти и купить необходимые вам лекарства. Все остальное, все тейковые, все места, где вы берете, можете готовую еду купить, все это закрыто. Также открыты некоторые филиалы банков, в которые можете вы зайти, но также ограничен вход по количеству людей. То есть, но банки продолжают работать, банки предоставляют свои услуги, потому что без этого никак. Потому что расплачиваться должен деньгами. Опять же, в супермаркете крупных хочу отметить, что очень просят стараться не пользоваться наличными деньгами. Очень просят использовать карты, без контактные способы оплаты. То есть, после каждого клиента протирает вот эту вот машинку, в которой вы используете карточку, и просят не передавать наличку. Потому что наличка, это, естественно, рассадник бактерий. Она была всегда, а сейчас еще как бы подразумевается, что это происходит больше. Нас очень многие спрашивают по поводу масок, где мы можем купить, а можно ли их купить. Да, мы посмотрели, сделали свой ресерч по поводу масок и обнаружили, что в принципе маски продаются в обычном доступе в аптеках. Также маски вы можете купить в онлайн аптеках, не только в обычных аптеках. Мы сами залазили на сайты. Внизу мы приведем несколько ссылок, чтобы вы могли воспользоваться ими, если вам не интересно это. И также вы можете купить маски на сайте Trade.me. Но мы посмотрели, цены довольно-таки кусаются там. То есть, люди пытаются навариться, нажиться на этом. Но в обычных аптеках подросли, конечно, цены, но все равно это в общей доступности. Ну а на сегодня это все новости. Но продолжайте смотреть это видео. Мы вам покажем одну очень интересную акцию, которая сейчас проходит в Новой Зеландии. Оставайтесь с нами. Всем привет. Сейчас в Новой Зеландии карантин, как вы знаете. И стартовала здесь очень прикольная акция, когда жители домов выставляют, как вы видите, вот в этом доме выставили мишку и обезьянку. Выставляют мягкие игрушки. В основном это мишки, чтобы поднять детям настроение во время прогулки. Очень много разных прикольных игрушек. Сейчас мы вам покажем. А это наш любимый экземпляр. Свинка, который каждый день меняет. То, на коктейль пьет сейчас на в очках. Нашему ребенку очень нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...